Всем шалом, с вами Овер. Самому не нравится, когда блогеры начинают говорить долгое вступление, вместо того, чтобы сразу приступить к основной части видео, но все-таки я хочу это сказать. Возможно, вы заметили, но за 10 дней я снял только один ролик, и это связано с тем, что у нас есть второй YouTube-канал, на котором уже давно не было никаких публикаций. Вот как раз-таки я собрал весь материал, его смонтировал и стал постепенно его туда загружать. Поэтому тот, кто скучал по контенту, тот, кто хочет посмотреть, чем я занимаюсь, свободное от основного канала время, можете зайти, посмотреть и оценить. Ссылку я оставлю в описании. Ну, а теперь уже будет основная часть нашего видео. Возможно, такая ситуация была именно у тебя, хотя я уверен, что она точно была у тебя. Это был возраст где-то 12, 13, 14 лет, и к твоей маме приходит подруга. Но она приходит не одна, а с личинкой. Ну, как бы гости-то пришли к маме, поэтому все проблемы возлагаются на нее, а ты думаешь, ну, посижу дальше за компом, посмотрю фильм или поиграю. Но нет, личинка мешает обсуждению глобальных проблем человечества у женского пола, поэтому ее отправляют к тебе. Говорят, мол, Вася, там у Игоря новая игра, иди к нему, он тебе ее покажет и даже даст поиграть. И личинка подходит к тебе и говорит, мама сказала, что ты мне дашь поиграть. Ты такой думаешь, блядь, да у меня клавиатура в 15 тысяч стоит, и мышка 10, как я дам ее ему? Это невозможно доверить человеку, который не понимает вообще, что происходит в этом мире. Ну, а потом личинка обратно возвращается на кухню и говорит, что ты ничего ему не дал, и голос кухни говорит тебе наставление. И если ты не дашь ему поиграть, то компьютера ты не увидишь очень долгое время. Знаете, и тут дело не в цене, у меня давно таких ситуаций не было, потому что, ну, благо, мне уже не 12 лет, как это было ранее. Тут дело в том, что это ценится не материально, это ценится духовно. То есть, это кусочек моей души. Даже когда у меня была мышка, которая стоила 100 рублей, клавиатура стоила 400, я все равно не мог позволить взять эти инструменты в руки человека, который не понимает абсолютно ничего. Это часть моей души. Я со слезами на глазах смотрел, когда кто-то пытался взять мой комп и что-то сделать. И здесь проблема не в том, что мне жалко, нет, это часть меня. Я не могу отдать свою руку какому-то чуваку, чтобы он ее потрогал. Вот тебе подойдет какой-то чувак и скажет, бля, да я потрогаю твою руку. А ты видишь, что у него сопли вот так вот на лице размазаны и руки в шоколаде. Ты такой, че, бля? Хотя, ладно, просто представь, что у тебя есть дорогая тачка, но я уверен, что у тебя нет дорогой тачки, но просто представь, что у тебя есть дорогая тачка, которой ты мечтал всю жизнь. И тут подходит вот такой и говорит, отдай-ка я посижу на твоем кожаном седалище. Вот это поворот! Даже самая, что ни на есть проблема, которая была вот у меня буквально недавно. Видео по поводу взлома принтера. Писали, ты нашел этого человека или нет? Да, я нашел, это сделали дети, которые пришли. Они хотели так надо мной подшутить. Но я в ответку тоже подшутил, когда они пришли в очередной раз. Я положил им один из своих USB киллеров. Ну, в итоге минус компьютер. Так что пиздюки получили по заслугам. Меня лучше в таких ситуациях не трогать. Компьютер это святое. Я доверил им что-то свое. Они захотели над этим глумиться. Так что они получили по заслугам. И сегодня суть этого ролика будет заключаться в том, как защитить свой компьютер от нападения, скажем, маленьких дотракийцев, которые ничего не понимают, но все хотят потрогать, потыкать и даже удалить. Ну, просто ради любопытства. У меня даже была такая ситуация, когда немалолетний писюн захотел просто удалить системные файлы и посмотреть, что же будет с моим компьютером. А у тебя что, не было точек восстановления? Да я, блядь, их всегда отключаю. У меня их вообще нету. Я отключаю firewall сразу же. Я отключаю систему автообновления, которая грузит систему так, что, блядь, у тебя 10 ядерный компьютер с 50 потоками, он все равно будет лагать. Я это все отключаю. Поэтому у меня нету таких функций. Ведь я в себе уверен, это моя машина и я знаю, как ее управлять. Когда приходит кто-то другой, то тут уже ты... Ну, вы, наверное, поняли хоть моих мыслей, я не хочу повторяться. Короче, суть этого видео. Как сделать защиту... Короче, как сделать защиту от малолетних... Знаете, как оно меня заебало? Вот ты так сидишь, а оно... Вот честно, невозможно работать, потому что есть такие моменты, когда ты быстро хочешь повернуться, чтобы взять в руки мышку, оно начинает вот так над тобой издеваться. Кадров я вырезал очень много. Но я это терпеть больше не буду и у меня есть решение. Я уже собрался покупать себе новое геймерское кресло, как ни с того ни с сего мне написали сообщение, мол, не хотите ли вы получить геймерское кресло на безвозмездной основе? А тогда новое кресло, которое вообще не скрипит, и оно еще с RGB-подсветкой. Короче, ссылку на это кресло и на обзор я оставлю в описании. Можете зайти и посмотреть. Что сейчас будет происходить? У нас была статья по поводу одной программы, которая называется Shadow Defender. Она создает внутреннюю оболочку вашего компьютера, которую ничто не сможет пробить. Да, я видел гайды в интернете, где показывали, что удалив какой-то файл, у вас он появится после следующей загрузки вновь. То есть, если за ваш комп сядет какой-нибудь даун или очередная личинка и попытается удалить что-нибудь с вашего компьютера или там перезаписать ваше сохранение, то эта программа после перезагрузки вашего ПК вернет все на свои места. Я читал об этом, и я видел гайды, где удаляли один файл, и он действительно появлялся после перезагрузки Windows. Но все-таки я хочу его протестировать на вирусе ванна Край. И посмотрим, справится ли вирус ванна Край, который заразил, блядь, там я не знаю сколько уже, около полумиллиона компьютеров, ну или сколько там было на самом деле. Сможет ли он победить обычную прогу? Программа есть в свободном доступе, есть платная версия, есть, ну разумеется, крякнутая, нас она и интересует. Я уже установил ее на своей виртуальной машине, но перед этим хотел бы сказать, многих интересует, почему у тебя на компьютере всего 2 гигабайта оперативной памяти с процессором i7-4770. Дело в том, что это виртуальная машина. Я много видел комментариев, где люди говорили, как можно иметь такой процессор и иметь всего 2 гигабайта оперативной памяти. Ну, друзья мои, это просто виртуальная машина. Итак, я запускаю программу Shadow Defender, меня интересует раздел Mode Setting и я выбираю тот жесткий диск, который я хочу защитить, но у меня он только один, поэтому я добавлю только его. Я не знаю, какие есть здесь другие функции, но как мне кажется, здесь можно указать путь к конкретной какой-нибудь папке, но я буду использовать весь жесткий диск. То есть я поставил галочку, нажимаю на кнопку End Shadow Mode и здесь вам предлагают на выбор выйти с режима Shadow Mode после перезагрузки компьютера или же включить режим Shadow Mode после загрузки вашего компьютера, выбирав второй. После этого у нас появляется такое маленькое окошечко, где написано Shadow Mode. Теперь давайте я открою вирус One на край, введем пароль и скину его на рабочий стол. А, да, у меня стоит антивирус Grizzly. Я, кстати, так и не понимаю, почему некоторые люди говорят, что он тормозит систему, его невозможно ставить на комп. Дело в том, что у меня он стоит на виртуальной машине, на виртуальной машине с двумя гигабайтами оперативной памяти и в принципе все работает. Вот кто хочет проверить его у себя, сейчас вы видите на своих экранах коды активации этого антивируса, так что можете его протестировать. Вот, как вы видите, он пишет, что это Trojan Win32 Ransom. Как вы понимаете, это всего лишь тест, я его не проводил, поэтому я хочу отключиться от сети с виртуальной машиной, потому что, ну его нахуй. Вдруг распространение пойдет и дальше, в итоге будет заражена основная тачка. Вирус One на край сейчас находится на нашем рабочем столе. Мне нужно, опять же, выключить защиту системы. И давайте мы его сейчас запустим. У нас сразу же появляются файлы с зашифрованными данными, все наши файлы. Появился файл One на Decryptor. Давайте еще посмотрим, сколько у нас места на жестком диске. 42 и 1 гигабайт. Файлы все автоматически копируются, поэтому сейчас уже у нас 41 и 8. Ну и по иронии судьбы, у нас вообще ничего не должно работать. То есть сейчас абсолютно любая программа, она должна дать сбой, поскольку идет полное шифрование данных. В общем, постепенно он стал убивать нашу систему, как вы понимаете. Вот уже появилось у нас такое сообщение на экране нашего рабочего стола и появилась вот табличка, мол, что случилось у вас? У вас ничего не работает, ребят. Заплатите деньги, иначе все файлы будут нахрен удалены с вашего компьютера. Место будет уменьшаться, 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 пока все файлы не будут перекопированы, передекодированы и не будут удалены. Не знаю, но мне кажется, что смысла продолжать уже нет, потому что, ну, мы уже, в принципе, все получили. У нас есть зашифрованные данные, у нас некоторые данные уже удаяются, архивы, которые были на рабочем столе, их нет. Ну и место как продолжало уменьшаться, так и уменьшается. Так, давайте мы, наверное, закончим тестировать этот вирус и сейчас произведем перезагрузку системы, чтобы посмотреть, удастся ли нам от него избавиться или нет. Ну, посмотрим, shadow mode, получится ли у этой программы избавиться от самого такого сильного, мощного, злостного вируса. Сейчас у нас появился экран приветствия, но я не знаю, что нас ждет, когда оно все прогрузится. Ни хрена себе. В принципе, все на месте. Даже удалился вон тот файл ванна край. Помните, я сначала открыл программу, а после я запустил уже архив с ванна краем и скинул его на рабочий стол. Он тоже удалился, а место у нас как было, 42,9, так и осталось. Честно, я удивлен, я не ожидал, что такая программа, она сможет справиться со столь злостным вирусом. Коль она с ним справляется, то защищать данные системы она точно и наверняка может. Я, конечно, сомневаюсь, что программа даст удалить системные файлы, системные каталоги, но давайте попытаемся это сделать. Возможно, я ошибаюсь. Смены носителей может содержать вредонос. А, вот она как работает. То есть программа создает некий облачный диск и на него производятся все изменения системы, да? Честно, я не знаю, как это объяснить. Одно говорит, что он есть, другое говорит, что ничего в системе нет. Меня интересует полное удаление файлов. Как я вижу, он не может удалить некоторые файлы, да? Но ладно, сейчас посмотрим, что у него получится удалить. На удаление улетело... 42,9 было, 43,4 стало. То есть какие-то файлы системе удалось удалить, а какие-то нет. Я удалил сейчас данные с папки администратор и у меня остались на рабочем столе лишь корзина и компьютер. Программа ShadowMod взяла и поставила защиту на абсолютно все файлы, которые находятся на диске C и защиту на системные файлы, чтобы их нельзя было каким-нибудь образом изменить, модифицировать и отключить эту защиту. Сейчас тоже давайте сделаем перезагрузку системы и посмотрим. Пожалуйста. Система загрузилась и все как было, так и осталось. Ну и, пожалуй, на этом все. Уже точно нет смысла продолжать видео, потому что мы точно убедились, что с помощью этой программы действительно можно обезопасить систему от личинок, от даунов, которые попытаются как-то навредить вашей системе, но не вашему компьютеру. Ну и чем-то мне это напомнило операционную систему Tails. То есть после каждой загрузки компьютера у вас будет абсолютно новая винда, которая не будет хранить логов. Ну а с вами был Овер. Если вам понравилось видео, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на этот канал. А у меня все. И до новых встреч. Не забывайте заглядывать на второй канал. Ссылочка тоже будет в описании. Всем пока.